Здравствуйте, меня зовут Олег Яновский, я преподаватель кафедры политической теории в МГИМО университете. Я занимаюсь политической философией и теориями элит в очень широком контексте и плане. Сегодня мы поговорим про малоизученный в российской науке феномен синдрома интерната, а также вещи, с которыми он напрямую и тесно связан, это методологии воспитания элит, прежде всего западных и еще более точно, если то, британских. Почему эта тема актуальна, особенно сейчас? Это потому, что в Россию все больше возвращается наши соотечественников, которые закончили западные учебные учреждения, речь даже идет не столько об университетах, что тоже важно, но и о школах. То есть это русскоязычные дети, которые с 7 лет или с 12-13 лет были оторваны от русской семьи или русскоязычные и помещены в абсолютно неизвестную среду, где им пришлось выживать. Собственно, синдром интерната это синдром, который во многом связан с выживанием. И учитывая, что масса людей уже некоторая набралась, которые вернулись, проблемы у них, связанные с этим синдромом, определенно существуют, а практики терапии, работ с ними, адаптация их к российской действительности и вообще к другой системе отношений все еще не введены, никаким образом не практикуются. И это я могу сказать откровенно, так как я общаюсь с этими людьми и многие из них не могут получить должной помощи. В связи с этим возникает множество сопутствующих проблем. Итак, прежде всего необходимо начать с контекста возникновения этой проблемы. Вообще проблематика синдрома интерната или boarding school синдром начинается где-то с 15-14 века, но пик своего развития и структурную методичную форму она набирает ближе к викторианской эпохе, а еще если быть точнее, то ко временам, когда Британская империя достигла своего пика развития и британцам резко понадобилось вырастить, воспитать новый класс управленцев, которые смогут эффективно, малозатратно и в интересах державы управлять такими огромными территориями, самыми большими территориями на земном шаре. Мотивацией стало расширение и отсутствие контроля над абсолютно неизвестными народами, территориями. И стало понятно, что в какой-то момент управление обычными управленческими методами просто не работает. Если, допустим, какой-то колониальный офицер приезжает куда-то в то, что сейчас называется Индией или в Африку или куда угодно в неизвестную вещь, в неизвестную территорию, на Ближний Восток, очевидно, что способы управления, принятые в Британской империи, не особо работают в песках Аравии. Поэтому нужно было пересматривать методы воспитания. Так уж случилось, что элитное воспитание в Британии состоит из двух главных частей. Первое – это психологическая травма, с которой связано все это воспитание. И второе – это проблематика и как бы рассуждение, дилемма о том, насколько эта психологическая травма плохо влияла на все, что происходит. Речь идет о том, что, естественно, суть британского образования элитного заключается в том, что ребенка в возрасте, когда он наиболее нуждается в материнской и семейной любви, то есть 7 лет отрывают от семьи и помещают в абсолютно чуждое ему пространство, среду, которая не имеет ничего общего с семейной атмосферой. Это, естественно, непоправимая травма на всю жизнь, но с другой стороны, новая среда становится для него новой матерью и воспитывает в нем абсолютно различные от того, что называется нормальной жизнью семейной, ценности, некоторые понимания и в целом выстраивают абсолютно новую рациональность. Грубо говоря, оно выстраивает новый язык, причем как коммуникации, так мысли, размышления, мотивов, интенций, всего, что окружает будущего служителя империи. Итак, ключевое отличие британской элиты от всех остальных заключается в том, что есть такой ритуал – отправлять своих детей в раннем возрасте в частные школы. Мотивация в этом тоже может иметь свои социальные последствия на психику детей, так как часто это делают представители высших классов, часто это делают представители средних классов, для которых отправка своих детей в такую школу – это единственный способ социально соответствовать или социально соответствовать тем слоям, к которым они стремятся, что не может не откладывать свой социально-психологический отпечаток на психике и детей, и целого класса. Что из этого следует? Что родители отказываются от встречи с своими детьми, родители отказываются от заботы и любви к своим детям, родители отказываются от выращивания своих детей, воспитания своих детей, использования своих собственных соображений о том, кем должен вырасти их ребенок, во благо статуса и во благо положения в обществе, ну и в некоторые периоды истории во благослужения. Процесс этот набирает свои обороты с 19 века и в какой-то момент он показал свою феноменальную эффективность. В основе идеи, которая начала развиваться об колониальном джентльмене, лежит мысль о том, что если убрать ребенка в раннем возрасте из семьи, то его эмоциональные потребности и нужды будут направлены целиком и полностью на школу, а позднее, соответственно, и на всю империю, так как империя была построена по образу и подобию школы, но об этом поговорим немного позже. Итак, как я до этого сказал, что самая важная вещь, с чего все началось, это необходимость в кадрах. То есть появилась острая необходимость выращивания эффективной колониальной элиты, лояльной, сплоченной. То есть появилась необходимость в создании целого класса всесторонне развитых администраторов, которые обладают некоторыми атрибутами групповой идентичности. То есть они все имеют схожий набор навыков, взглядов, манер, убеждений и, конечно, внешнего вида. Про что касается внешнего вида и классовой сплоченности, здесь стоит упомянуть про то, что одной из основ выращивания отдельного класса служит применение концепции «свой-чужой». Именно таким образом устроены географические устроенные частные школы. Частные школы часто помещены в сельскую местность, где в основном живут люди не очень преуспевающие финансово и статусно. Для чего это сделано? Чтобы с раннего возраста у ребенка было понимание, что он отличается от других, другие его ниже, они прислуга во многом, а у него нет ничего общего с теми, кто его окружает вокруг. То есть мало того, что класс консолидированный и обладает своими собственными атрибутами, он еще и изолирован. И более того, он не имеет ничего общего с теми, с кем он должен иметь дело, то есть с простыми людьми. То есть по сути создается некоторый микрокосм в вакууме, который никаким образом не проникает в другие слои. Итого, появляется частная школа и колониальные офицеры из-за того, что необходимо существенно снизить затраты и управлять огромными территориями. Параллельно решение этого колониального вопроса решало и другой вопрос. Оно расширяло сеть выпускников частных школ и выполняло другую задачу. Расширение этой сети стало доминирующей в последующие годы и послужило консолидацией, укреплений, выработкой более тщательной, внятной системы организации функционирования правящего класса. То есть это по сути социально-антропологическая практика по созданию элитного класса во время его проверки на колониальных заданиях, что оказалось в какой-то момент довольно эффективным. И пиком доказательства этой эффективности было то, что к началу 20 века практически все колониальные офицеры, допустим, в Индии и в остальных колониях были набраны из рядов учеников, выпускников частных школ и нескольких университетов Оксфорда, Кембриджа и еще парочки. И к 2017 году всей Индийской империи тем, что была Индией, тем, что сейчас можно назвать Индией, управляла не более чем 1200 человек. Это говорит все-таки о довольно высокой эффективности этого проекта. Для того, чтобы понять, как они функционировали, за счет чего создавалась эта классовая идентичность, классово-социальная идентичность, которая неизбежно сопровождалась некоторым отчуждением индивидуальности и личности, следует рассмотреть общую идеологию этого процесса и систему ценностей, которая этому процессу сопутствовала. Как сказал один известный кембриджский лингвист Джордж Уотсон, англичане смотрят вниз с презрением, наверх с восхищением. Это очень расхожая идея и она соответствует тому, что было в британском обществе и то, что есть. Это четкое классовое разделение, четкое следование классовой иерархии. Причем эта классовая иерархия заключается в том, ее эффективность, корень эффективности в том, что все классы признают статус других классов, никто не пытается выйти за рамки того, что ему дозволено и в связи с этим получается, что там верхи правят низами с согласия низов, что довольно уникально в мировой практике для 20-21 века. Итого, что можно сказать, что основой этой системы иерархической послужил классический платонизм и описанная в государстве Платона идея о разделении всего общества на три класса философов, которые потом становятся философами-королями, защитниками и ремесленниками. Естественно, были рабы, он их в классы не включал, но сейчас их британцы тоже в классы не включают, это условный прикориат. Итак, смысл платонической идеи, которым следовали создатели систем в британских школах, это система четкого понимания иерархии, эффективного функционирования и взаимодействия четко разграниченных классов, которые обеспечивают устойчивость системы и что обеспечивает отсутствие мыслей о том, чтобы бросить системе некоторый вызов. Основой этого, как я уже сказал, служат три класса, и эти три класса были повторены в рамках создания этой структуры в Британии, как в школах, так и, в принципе, во всей стране. Основа системы — это концепция органического общества, которая позднее мигрировала в различные консервативные идеи, особенно в 17 веке, больше в 18 веке в качестве ответа на французскую революцию. Основная идея заключается в том, что люди изначально рождаются неравными. И из-за того, что они рождаются неравными, каждый должен служить тем целям, которые ему предназначены свыше. И все в этом, основой этого всего является сакральное значение традиции и хрупкость социальной иерархии, которую надо обязательно поддерживать. Выходит некоторая кристаллизация, в рамках которой надо вырастить тех самых защитников и философов. Напомню, что философы выходят из защитников. Защитники представляют собой что? Это высший класс общества, который не должен обладать каким-то специфическим навыкам в какой-то определенной среде. Он должен быть абсолютно универсальным. Его задача подстраивать под меняющуюся реальность. И это неизбежно, абсолютно тесно связано с теми психологическими проблемами, которые у него возникают во время обучения. То есть школы выпускали и продолжают выпускать универсалов, то есть абсолютно универсальных профессионалов с практически религиозной верой в свое превосходство, которая готова выполнять любое задание на любом участке планеты ради своей державы. Либо, что важнее чем держава, ради своего класса. Здесь вспоминается история о знакомом для российского зрителя персонажа Кимми Филби. Это советский шпион, британский перебежчик на российскую сторону, на советскую. Когда он перебежал все-таки в Советский Союз, когда все поняли. И у его коллеги попросили прокомментировать, что произошло в британской разведке. Ему говорят, как Ким мог предать страну, как он мог предать Англию. И коллега в ответ на это ответил. Говорит, что это не страшно, что он предал Британию, это никого не волнует. Самое ужасное, что он сделал, что ему никто никто не простит. Он предал свой класс. Почему? Потому что он ушел в коммунистическую идею. Нет ничего хуже, чем предать класс. Это самая важная вещь. И этот комментарий четко отображает то, что пытались и пытаются до сих пор сделать из британской элиты. На фотографии создатель школы Гордонстон, в которой учился принц Филипп и его сын принц Чарльз, всеми нам известны. Эта школа стала некоторым пиком платонизма. Практики там были, включали в себя тяжелые телесные наказания, тренировку довольно противоречивых ценностей, ну и различные психологические практики по внушению и манипуляциям. Конечно, раньше, сейчас эта школа не так выглядит, но раньше это было довольно тяжелое зрелище. Итак, следует в таком случае перейти к методам воспитания. Методы обучения в школах, вообще методы обучения социальным навыкам, которые формируют идентичность, уверенность, самоуважение, которые как раз пытаются навязать в этих школах, создаются для конструирования групповой сплоченности. Прежде всего, когда говорят о том, что Британия, вообще англосаксонский мир, западный мир индивидуалистичен, это относится к общей идее западного мира. Конечно, верхи никогда не были индивидуалистичными. Почему? Потому что конструирование групповой идентичности — это единственный способ выживаемости класса. И именно эта идентичность обеспечивает им выживание. Некоторым семьям он уже в течение тысячи и более лет. Начинается все с того, что ребенка в возрасте 6-7 лет, иногда позже, отрывают от семьи. Для того, чтобы выжить в неизвестной среде, он, естественно, сталкивается с невероятным шоком. Ну, приходится воспитывать в себе механизмы защиты и социальной адаптации к новой среде. Они вырабатываются с первых лет в обучении в школе и являются в конечном итоге становятся отличительной чертой британского высшего класса. Школа, таким образом, из учебного заведения превращается и в дом, и в семью, и в родину и служит, по утверждению одного известного выпускника, по праву матерью всех мужчин. То есть школа становится коллективной матерью для всех брошенных их родными матерями детей. Вне зависимости от сферы деятельности ученик должен создать свой какой-то консолидированный класс и вот этот вот психологическая травма, которая у него проявляется и вырабатывается и развивается, она как раз становится той скрепой, который создает вот этот вот социальный клей для его класса. Для школьников единственным, кто его может понять, это не его семья, не его девушка, а как раз брат или из школы или бывший одноклассник, потому что он единственный, кто прожил тот же ад, который прожил и сам школьник. Сейчас это не настолько все жестоко, сейчас школы более адаптированы под современность, но суть остается той же. И методы, и цели, что главное, остаются теми же. Итак, что такое жизнь в этой школе? Почему, собственно, появляется травма, кроме того, что отрывают ребенка, кроме, собственно, абсолютно логичных последствий пансионата полного? Жизнь в частной британской школе — это, прежде всего, жизнь в крайне ритуалистическом и исключительно иерархическом обществе. Все, что происходит со школьником с первых дней, должно быть осознанно им самостоятельно. И это все не укладывается в рамки нормальной рациональности. Ну, то, что мы считаем нормальной рациональности. На каждом шагу его сопровождают различные мифические, мистические атрибуты, различные символы, различные неписанные неформальные коды и правила поведения, кодексы, наставления. Ученик может столкнуться с неоправданной жестокостью или наказанием за то, что он даже не знает, за что его наказали. Повсюду существует иерархия цветов, одежды, то, как застегнут пиджак, то, какой галстук ты носишь, то, как ты ходишь, то, что тебе можно есть, что нельзя есть. Все ограничено определенными иерархическими правилами, которые, опять же, никто никому не объясняет. То есть, по сути, школьник в крайне раннем возрасте был брошен в среду, в которой он должен выплывать, не умея плавать. Собственно, если он это сделает, из него выйдет настоящий джентльмен. Здесь можно вспомнить стих, стихотворение Ив Рудиарда Киплинга. Там это вполне доступно описано. Что же появляется вследствие, какие проявления характера появляются вследствие этой практики и среды, в которую попадает ученик? Основной принцип воспитания — это, конечно, умение подавлять эмоции. Почему? Потому что, если ты проявляешь эмоции, ты показываешь слабость. Во-первых, ты показываешь слабость, во-вторых, ты показываешь уязвимость. И именно та самая знаменитая британская экстремальная сдержанность в эмоциях является определяющим фактором в распознании истинных элип. Такой феномен называется stiff upper lip, когда верхняя губа практически не двигается. Чем более ровная речь, тем более элитным считается класс. Кстати, то, что вся Британия характеризуется сдержанностью и отсутствием эмоциональности — это не признак того, что страна такая или географически. Это проявление того, что идея мигрировала изверху внизу и просто пролетило все общество. Что же происходит дальше? Одним из основных последствий сверхсдержанности, эмоциональной подавленности и развитых с раннего детства инстинктов выживания становится такая заметная двусмысленность и неоднозначность и в действиях, и в выражениях правящего класса. Жизнь, как мы понимаем, как уже сказали, жизнь в британской школе — это жизнь в крайне ритуалистическом обществе. Ранее это было исключительно мужское общество, сейчас всего несколько школ осталось исключительно мужских. Поэтому мало того, что это неоднозначность и двусмысленность, она еще и подкреплена отсутствием понятной рациональности и понятного языка. То есть школьнику, когда он приходит, помимо того, что надо выучить правила неформального поведения, одежды, внешнего вида, иерархии, ему еще надо выучить абсолютно отдельный язык коммуникации, который соответствует исключительно его классовой категории. И в связи с этим психологи описывают выпускников этих школ как людей, идущих по жизни с хорошо развитыми делами, отлично развитыми умами и недоразвитыми сердцами. Потому что, опять же, эмоциональная подавленность, создание новой рациональности, нового словаря, понятийного, социального и так далее. При этом родители прекрасно осведомлены, что их дети будут несчастны в школе. Это нормально. И их все равно при этом туда отправляют. Есть знаменитая, вполне уже ставшая знаменитой фраза, одной наставления матери ученику, которая отправляется в школу. Она говорит, что мы знаем, что ты был несчастен в школе, также был несчастен твой отец и его отец, но зато посмотри, что с ними стало. То есть они стали успешными людьми. Все эти страдания оправдывают себя, опять же, в профессиональной среде, и прежде всего в попытках удержаться или стать частью определенного класса. Ну, естественно, никаким образом это положительно не сказывается на психологическом состоянии этих людей. Немного основимся на ритуалах и практиках, которые помогают создать эту идентичность новую. Для создания класса необходима вполне понятная вещь. Это четкая идеология и некоторая эзотерическая составляющая, то есть мифология. Которая превращает учебу в этих заведениях в некоторое сакральное место, а в выпускников в некоторое подобие ордена и некоторое подобие иерархической структуры. Частные школы всегда активно создавали свои собственные мифы, внедряли в школьную жизнь целый комплекс символов, тотемов. Опять же, значение того, какой цвет галстука, значение, что написано на пуговицах, персни. Название домов, название полей для различного спорта, знание названий спортивных команд, знание своего собственного языка и так далее. И важной задачей этой системы было подавление индивидуальности и привязка к символам коллективной идентичности. То есть, если до прихода в школу у человека могли быть свои собственные воззрения и убеждения, взгляд на мир, некоторая картина мира, то здесь она ему предоставлялась, навязывалась, он был вынужден ей следовать. Ну и потом она следовала за ним всю его оставшуюся жизнь. И так уж получилось, что единственные, кто понимали, что он вообще делает и как мыслит, были те же люди, с которыми он учился до этого. И так уж получилось, что британцы правили всю свою жизнь и до сих пор правят, как раз исходя из этих ритуалов, мифов, традиций и абсолютно иррациональных убеждений, которые определяли их действия и редко имели что-то общее с какими-то стратегическим планированием или рациональными политическими целями. Все, что они делают, является проекцией их жизни в частной школе. Ну то есть мы можем вспомнить сравнение школьных полей зеленых для игры в регби или в крикет с песками Аравии и множество-множество других примеров. То есть по сути вся империя, вся страна выстроена по образу и подобию частной школы, что, конечно, не может не пугать, но и не может не восхищать. В связи с этим у ученика возникает и воспитывается, в связи с применением всех этих практик, самое важное, критическое, ключевое качество, которое, по сути, обеспечит ему его статус, элитность некоторую и способность выживать. Это способность адаптироваться и давать адекватный ответ на вызовы внешней среды. Именно система тотемов, символов, ритуалов в некотором смысле заменяет рациональность. И, естественно, эта система была придумана для того, чтобы оправдать мифологию школы. Но, что важно, у студента рациональность была следующая. То есть вообще соображения по поводу внешних угроз. Какие? Учитывая, что как колониальному офицеру или как представителю империи, мы всегда надо быть в различных местах, общаться с неизвестными народами, неизвестными людьми, подвергаться различным испытаниям. И, конечно, очень сложно быть той личностью, которая может все это делать спокойно. Поэтому они немного перевернули оптику и просто подстраивали мир вокруг себя в любой точке под свои собственные соображения. То есть для них весь мир был как школа. Они никогда не прогинались под чужие ценности, хотя им очень нравилось с ними заигрывать, как с Индией или с Ближним Востоком. Они всегда оставались школьниками в душе. И для них все, что происходило вокруг, было всего лишь игрой. То есть, по сути, где бы они ни были, они всегда жили в своем собственном мире. То есть они адаптировались не под мир вокруг них, а не адаптировали мир вокруг них под себя. Это очень важный аспект этой психологии. Вот на слайде сейчас указан некоторый путеводитель по распознанию школьных галстуков. Конечно, если вы не знаете этих галстуков, даже сейчас вам особо нечего делать на хороших работах. Потому что это признак социальной принадлежности, признак понимания, откуда вы. Знание школы, из которой вы пришли, говорит уже много о вашей семье, о вашем статусе, о ваших интересах и так далее и тому подобное. Поэтому на самом-то деле знание вот этих вот вещей гораздо важнее, чем знание математики, например. Итак, что же у нас получается? С одной стороны, школы призваны выращивать некоторого рационального джентльмена в соответствии с социальным дарвинизмом, идеей прогресса. С другой стороны, выпускник частной школы сталкивается всегда с незнакомой ситуацией. И в разрешении этих ситуаций ирациональность практически всегда берет вверх. Шкализм тот самый для этих выпускников служит ментальной гимнастикой, которая позволяет выпускникам совладать с проблемами без обращения к специалистам. То есть, по сути, британскому выпускнику не надо ничего знать. Ему достаточно понимать, как себя вести в конкретной среде. Естественно, корни этого всего, вообще как это работает, уходят в ту самую упомянутую иерархическую структуру, где очень развито надзирательство за младшими учениками. То есть, абсолютно все этапы прохождения школьного опыта через школьные дни сопровождаются всеми формами иерархичности. Именно поэтому в какой-то момент колониальные администраторы поняли, что вообще вся империя должна быть управляема как школа, потому что нет лучшего примера управления чем-либо. Но при этом, конечно, сама атмосфера, то есть не факт, что это действительно было так, но школьная атмосфера создавала уверенность в правильности всего британского. То самое бремя белого человека Киплинга. И, как писал один исследователь, частные школы устанавливали для учеников язык жизни. То есть, по сути, кроме того, что было дано им в школе, они не знали больше абсолютно ничего. Собственно, и весь инструментарий, которыми они могли пользоваться во всех сферах жизни, в том числе и в политике, например, в экономике, определено именно этим. Ну, для примера, конечно, можем обратить внимание на то, как управляется Британия во времена, когда политикой управляет консервативная партия, как сейчас. Борис Джонсон и его коллеги – это абсолютно типичный пример выпускника частной школы, Итанца, очень привилегированного. И, как уже известно из писем его советников, некоторых компрометирующих материалов, он вообще не интересуется ничем, что касается и политического, и социального, и экономического. Он просто делает, как будто бы он в школе. То есть, он все делает в соответствии со своим школьным опытом. И это во многом подтверждение, что эта традиция до сих пор живет. Есть одно очень неплохое замечание от исследователя школ Алекса Рентона. Он описывает случаи, когда 13-летний ученик дает наставление новичку в частной школе. И это во многом описывает все те аспекты, которым должен обучиться школьник, для того, чтобы просто жить не в постоянном страхе. Хотя ему придется в каком-то страхе, в любом случае, жить. Что он советует? Прежде всего, он советует не разговаривать слишком громко или дрожащим голосом, никогда не плакать, никогда не проявлять эмоции. Ни в коем случае не показываться окружающим ребенком. Никогда не играть в каштан, условно, не играть на людях в какие-то детские игры. Никогда быть слишком настойчивым. Почему? Потому что это делает уязвимым. И мы все знаем, что настойчивость делает человека уязвимым. При этом важно не относиться к чему-либо с подлинным энтузиазмом. И, естественно, никогда не проявлять излишние эмоции какой-то активности. Почему? Потому что это все делает ученика открытым к критике. И вести себя нужно обыденно, просто не показывая, что ты можешь быть лучше, чем другие. Но самое важное — держать осанку. По сути, это пересказ, опять же, стихотворение Ив Руярда Киплинга. Но что важно, эти наставления также являются и некоторым кодексом, который был принят в детстве и перенесен выпускниками на всю последующую жизнь. То есть это эмоциональная зажатость, отсутствие возможности высказать действительно, что ты чувствуешь. Причем как своим родителям, потому что они покинули тебя, так и своим одногруппникам, одноклассникам, друзьям по жизни. Потому что культура не позволяет выйти эмоции за рамки внутреннего мира. Собственно, из-за этого мы наблюдаем огромное количество таких спорных, скандальных скандалов, извращений в школах, особенно раньше, когда за этим мало следили. И различных психологических и психиатрических девиаций у выпускников этих школ. Существует исследование, которое говорит, что там чуть ли нет и 70-90% всех выпускников школ, которые занимают руководящие должности, являются либо социопатами, либо психопатами. В связи с этим перейдем к, наверное, важнейшей части синдрома. Это эмоциональность язык. Как я уже сказал, отсутствие эмоциональности является важнейшей характеристикой британского правящего класса. Но, с другой стороны, это является и ключом к пониманию его отличительных черт и проявлений от других классов. Никогда правильный, соответствующий, то есть хорошей породы, как говорят, выпускник частной школы не будет откровенен до конца и не скажет, что он думает на самом деле. Почему? Потому что за это можно получить наказание, как он помнит из школы. Откровенность всегда, то есть инициатива наказуема, как и откровенность. Еще это сделано как защитный механизм, потому что он помнит, что в детстве он всегда подвергался издевательствам. Любая его обычная, обычный интерес, обычная эмоция трактовалась извращенно, некорректно, подвергалась издевкам. Поэтому важнейшая черта это то, что он всегда оставляет место для маневра. И эта стратегия вырабатывается у него с первых дней школы, то есть защитная реакция, по сути, от унижений со стороны других учеников. Для сравнения, наверное, может быть уместным, но не в полной мере, конечно, изучение практик в детских школах, точнее практик в детских колониях, в которых довольно отчетливо эти же практики показаны. Итак, по мере роста и укрепления престижа и влияния школы, эти институции развивали собственные, в том числе, речевые диалекты. Мы знаем, что если надо изменить полностью идентичность человека, надо изменить язык, который формирует его мир. И вот изучение специфических школьных слов, различные виды кодифицированных посланий была всегда задачей каждого новичка. И в случае, если тот не справлялся с этой задачей, его ждали страшные испытания. Ну и вообще раньше, на самом-то деле, там еще лет 40-50 назад, новичка ждали испытания практически за все. Знаменательный случай, я о нем когда-то упоминал, на фотографии лорд Керлих, известный человек, здесь он на фотографии с Жаклин Кеннеди. Есть занимательная история, связанная с ним. Когда-то в его школе совершил самоубийство ученик, повесился. Ну и учеников собрали, и глава дома, в котором жил у школьного, начал спрашивать у учеников, кто-то знает, что могло послужить причиной этому, что случилось, почему ваш коллега мог это совершить. И лорд Керлих поднял руку и спросил, сэр, может ли это быть связано с едой? И во многом это, конечно, показания всех черт и всех проявлений вот этого синдрома. То есть, во-первых, естественно, он пожаловался на качество еды. Во-вторых, проявил защитную реакцию с помощью сарказма. И, в-третьих, естественно, показал эмоциональное безразличие, отстраненность и общую незначимость этого события. Хотя, безусловно, все ученики, включая его самого, глубоко переживали это событие. Но случай довольно иллюстративный. Итак, перейдем все-таки к синдрому интерната или boarding school syndrome. Есть много споров, кто это придумал. Есть несколько течений. Есть основное юнгианское, где этот синдром разбирают. Но наиболее точным, на мой взгляд, кажется, определение Ника Дафнелла, психолога, так как он сам, единственный из всех тех, кто изучает синдром, является сам выпускником этой школы. Итак, что это такое? Термин характеризуется состоянием выпускника частной школы, у которого вырабатываются определенные защитные реакции, которые вырабатываются, чтобы пережить травму отрыва от семьи в раннем возрасте и резкую потерю нормальных отношений в атмосфере любви и заботы. Наиболее ярким проявлением этой самозащиты считаются два проявления. Это бдительность, экстремальная бдительность и экстремальная наблюдательность. Ну и также разделение личности на частного себя и публичного себя. Для тех, кто интересуется, наверное, наиболее пиком иллюстрации этого раздвоения является интервью Кима Филби, того же шпиона, когда его допрашивали британские журналисты по поводу его причастия к советской разведке. Ну и вообще, как мы знаем, разведывательное сообщество очень популярное среди выпускников частных школ как раз из-за того, что это практически единственное место, где они могут проявить эту двойственность своей натуры. Во-первых, сохранить игру, что самое важное для выпускника, а во-вторых, менять постоянные идентичности. Именно экстремальная бдительность и готовность к опасности существенно снижают социальные навыки при коммуникации с другими классами. Очень важно, что если вы встретите выпускника такой школы, он будет, безусловно, хорош в коммуникационных навыках, потому что ораторское искусство, риторика очень являются важными элементами расписания, но это распространяется только на представителей своего собственного класса. Дело в том, что ученик школы никогда не сталкивался с представителями другого класса за время своего обучения, поэтому он не видит необходимости с ними сталкиваться и дальше. Собственно, поэтому классы абсолютно друг друга не понимают, так как у них просто разные картины мира и разные рациональности. Также выпускник частной школы к внешнему миру относится крайне враждебно и скептически. Он считает, что он полон вызовов и опасностей, и поэтому для него необходимо держаться свои клики. Это единственный способ выжить. То есть единственный способ выжить и быть каким-либо образом понятым, это быть рядом с людьми, которые мыслят, действуют и выглядят как он. Это важно. В связи с этим будет важно отметить некоторую классификацию основных проявлений Эдс-синдрома. Называется он «Тройной замок». То есть это три последствия жизни в системе частных школ Британии, которые нельзя преодолеть без терапии в последующем. То есть уже в странах, где есть большое количество таких школ, появился целая плеяда психологов, которые занимаются. И вот за буквально лет 7-8-9 даже диагностирование подобных пациентов подобной проблемой был выявлен некоторая концепция «Тройного замка». Итак, первый. Ученик является членом семьи, скорее всего, если его отдали в школу, в которой преобладает избегающий стиль. То есть физический контакт в этой семье происходит редко, либо не присутствует вообще. Проявление эмоций порицается, либо выражается в неадекватных формах. Ну и межротственная связь изначально имеет некоторый отстраненный или профессионализированный характер. Ну то есть там посредством нянь, помощников или вообще в принципе отсутствие ребенка. Как мы знаем, в английской аристократии, да и вообще во всех аристократиях ребенка видно не должно быть вообще. Вторая часть этого замка — это замена семьи. Ребенок, вступая в некоторое педагогическое учреждение с полным пансионом, лишается элементов безопасных привязанностей, которые ассоциируются у нормального ребенка с детством. Ну то есть домашние животные, мама, братья и сестры, окружение связано с семьей, какие-то совместные активности и так далее. В то же время школа становится суррогатным опекуном, она заменяет мать и требует приверженности уже своим собственным атрибутам, которые кардинально отличаются от всего, что характерно для типичной семьи. То есть это те самые тотемы и символы, это преданность флагу, это ношение галстука, вечный инфантилизм и братство. Ну то есть здесь можно упомянуть про инфантилизм, опять же возвращаясь к значению галстука, носить галстук с школьной, не университетской, школьной символикой, это считается великой привилегией, потому что, во-первых, тебя узнают, представители твоего класса понимают, кто ты, откуда ты, с тобой можно иметь дело, но также другой важный аспект этого действия, это то, что ты на протяжении всей своей жизни носишь атрибут своего детства, то есть ты всю жизнь в школе, ты всегда к ней привязан. Поэтому, собственно, эти личности часто очень инфантильны в проявлении всего, что делают. Ну и третья часть замка — это избегающая привязанность. То есть избегающая привязанность легитимизируется, оправдывается и становится необходимой нормой поведения правящего класса. В такой системе отношений, ну, если учитывать эту систему отношений, в ней власть, влияние и инструментальный контроль, то есть часто оправдывается там публичным долгом, например, становится основой классовой рациональности. В такой рациональности эмоциональная теплота, чувства безопасности подавляются. И на первый план выходит проявление синдрома стратегической личности. Что имеется в виду? То есть нарушение социальных норм, избегающей привязанности, влечет за собой социальное порицание, вплоть до классового изгнания, стракизма. Мы знаем, что как раз в Афинском полисе, в месте, где был создан платонизм и откуда все взяли в частных школах, не было хуже наказания, чем изгнания из города. И это все, в свою очередь, ведет к еще большему эмоциональному урону. То есть получается следующая ситуация. У нас есть уже эмоционально уязвимый, часто больной человек, выпускник из этой школы. И если он хочет избавиться от тех вещей, которые привязывают его к этому классу, которые являются причиной его страданий, то он будет изгнан из этого класса, и это его приведет к еще большим страданиям. То есть, по сути, некоторый замкнутый круг. И по определению психолога Ника Дафнова, о котором я упомянул, такой человек приобретает характеристики личности стратегического выживания. И множественные интервью с выпускниками этих школ как раз подтверждают, что подобные характеристики имеют место быть. Подобный тип личности предполагает следующее. Жизнь в постоянном чувстве тревоги и готовности к опасности. Ну и также постоянным, следующим за этим, просчетом возможности обернуть ситуацию в наиболее выгодную для себя. То есть поиск выгоды и поиск путей выживания и адаптации. И многие из проходящих терапии выпускников этих школ отмечают, что от подобного поведения практически невозможно избавиться. Это сопутствует им всю оставшуюся жизнь. Таким образом, резюмируя, можно сказать, что методы воспитания и образования верхних классов на начальных этапах жизни практически лишают ученика какой-либо возможности развития реального, разумного и рефлексирующего себя, какой-то индивидуальной личности, которая имеет возможность высказывать свои эмоции, делиться ими, иметь в последующем адекватную, счастливую личную семейную жизнь и быть встроенным в социум в широком смысле. То есть личность зависимая от своего класса и от атрибутов соответствующих классу. Личность больше не подчиняется правилам условно нормального, то есть нормальных социальных норм. При этом отвержение нормальности, то есть среднеклассовости во многом, является привилегированной, некоторые привилегии этого класса. То есть если ты принимаешь нормальное, это плохо, ты должен отличаться от всех остальных. Также правила нахождения в обществе и вообще понимания того, что есть общество, как себя вести, как жить, заменяются классовым кодексом, навязанным школой. Класс при этом коллективно принимает новую рациональность, новую, то есть индоктринируется абсолютно в новую систему идей и в дальнейшем поступки совершаются в соответствии с этой рациональностью, в которой понимание хорошего, плохого, доброго, злого и так далее не соответствует тому, что мы под этим подразумеваем. На этом, собственно, все. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok